Итак, всемир! Очень много вопросов поступает касательно гриндера. И конкретно, как у меня гриндера под 610 ленту, и вообще гриндеров как такового, точнее гриндеров как таковых. В данном случае, скоро, я надеюсь, приедет новый гриндер. Я надеюсь, что я вам его покажу и поработаем на нем. Вот поэтому такое прощальное видео с моим нынешним гриндером. И, в принципе, я хотел бы рассказать о том опыте, который я получил, работая на нем. Значит, гриндер я заказал 5 месяцев назад. То есть, довольно немного времени прошло. Заказывал я под нужное ножеделание, чтобы посмотреть, поглядеть, как это все работает, что из этого следует. В общем, как нужно работать, попробовать. В общем, так, посмотрите, что мне нужно. Вот и время прошло. Я понял, что мне для работы необходима более мощная машина. Вот здесь, значит, кто смотрел первое видео про этот гриндер, те знают. Значит, гриндер от Чапая, ГЧ-6 710. То есть, почему 710? Здесь стоит 710-й двигатель. То есть, 710-й габарит двигатель АИР. Мощность здесь 1,1 кВт, 2800 оборотов в минуту. Соответственно, лента 610, причем Г6, потому что, ну, 610-я лента. Вот здесь поворотный столик удобно, чем я, в принципе, этим поворотным моментом не пользовался. Практически я только поставил его под 90 градусов и убирал его вот так, когда мне надо было там торцы ножа нашлифовать. Значит, по моему мнению, вот эта вот вещь, если у вас есть нормальный уголок для выведения спусков, или вот даже не один, поворотность вот этого стола, она не нужна. Есть просто любители, они работают, то есть, вот столом, они, ну, как бы, работают на прямом уголке, без вот этих вот подставок, накладок, и просто углом регулируют. Потому как на больших линдерах вот этой вот прижимным столиком с роликом, ими регулируется наклон. То есть, они наклоняются, а стол всегда по 90. Здесь вот Чапай решил сделать 90 градусов, Андрей сделал, то есть, не по 90, а с регулировкой угла. Вот, по моему мнению, как бы, это вещь на любителя. Больше, я, честно скажу, как бы, больше мне было неудобства с этой штукой, потому что ее нужно было все время выставлять под ленту, все время нужно было, как бы, 90 градусов. Вот, я держал вот такой угломер здесь, который не особо точный. Вот, плюс я, как бы, пользовался там еще железом, чтобы выставлять. И бывало так, что там в попыхах поправишь, не поправишь, быстро сделаешь, видишь, спуск у тебя пошел. То есть, как бы, вот эта вот наклонность столика, по моему мнению, она здесь не нужна. Для такого гриндера лучше пользоваться уголками. Это первое, на что стоит обратить внимание. Может быть, там, попросить Андрея сделать на заказ. То есть, из производителя гриндеров, под вот этот вот габарит, точнее, под эту ленту, я бы рекомендовал Чапая у нас в России, Андрея. Почему? Потому что, как бы, наиболее стабильное качество исполнения. И двигатель нормальный он присылает, без, там, биений вала, без каких-то еще вещей. То есть, здесь идет белорусский Могилевский двигатель. Вот я для нового гриндера тоже купил Могилевский, но помощнее, там, на полтора киловатта идет двигатель. Вот этот двигатель Андрей ставит также и на G10 свои, G10, то есть, под ленту от 915 до 1250 миллиметров. Вот, поэтому по железному, как бы, все нормально. Плитка вот эта хорошо у меня, как бы, сохранилась. Я один раз только правил, вот, за, там, за 12 ножей, за 13, которые я сделал. То есть, она нормально приклеена. Клеит он на момент железная хватка, по-моему, клей такой. Это он, будет, лучше всего держит. Вот, потом, поэтому я говорю, что вот этот вот столик, вот, для меня, как бы, это, он, видите, здесь увеличенного размера у Андрея, то есть, это удобно. Рамир уже давно не производит в модели G6. Вот, еще производит G6 Никита и Руста у нас в России. Вот, то есть, ну, я бы рекомендовал Чапаевские галендера, потому что, по отзывам, это лучшие галендера, по качеству, вот, именно вот эта вот модель. Вот, потом, далее, что, двигатель рассмотрели, то есть, он очень хороший, здесь у меня попался, кремная коробка качественно сделана. То есть, там, нормально все в ней, без окисления, без рапчин, без всего. Мотор греется очень мало, то есть, я на нем работал, там, по несколько часов. По злой стали, и никакого нагревания, то есть, вот здесь, здесь не было. Единственное, клемм немножко греется, но это чуть-чуть-то, буквально, если работать, там, по менее злобным сталинам, то все нормально. Вот, далее, из плюсов, что еще здесь есть? То есть, это скорость здесь ленты примерно 14 метров в секунду, вот, поэтому обязательно нужно брать частотник, ребят, то есть, это вещь, которая необходима. То есть, у меня вот Владикавказский частотник, он там наверху стоит, здесь вот пульт управления, он тянет до 3 киловатт. То есть, самая доступная вещь такая у нас, на данный момент на рынке, обзор у меня тоже есть, твой частотник, как его подключать, и все такое прочее. Вот, то есть, если вы работаете через конденсатор, Андрей высылает с конденсаторами, то есть, и другие производители тоже. Здесь получается такой момент, что когда вы работаете через конденсатор, во-первых, у вас не регулируется скорость, во-вторых, мощность двигателя понижается где-то на 1 треть. Вот, то есть, для чего нужна регулировка? То есть, частотник нужно обязательно будет взять, если у вас вначале нет денег, возьмите без частотника. Потом докупите его, подключать его несложно. Все очень просто. Потому что, например, даже на самой злобной стали вы будете работать, максимальная скорость, она хороша, когда у вас и контуровка идет, и грубые спуски. Если вы начинаете выравнивать кострю ближе, нужно снижать обороты. То есть, какие-то грубые ленты, они нормально работают на больших оборотах, а вот такие вот, например, англомератные ленты ВСМ. То есть, они на большой скорости просто полируют металл, если он какой-то там серьезный, на М390 то же самое. Он просто полирует и все, он не берет ее. То есть, на более низких скоростях он начинает цеплять. То есть, вы знаете, это чем выше скорость, тем как бы чище. То есть, выше частота поверхности. То есть, частотник обязательно нужен. Дерево на большой скорости перегорает. G10, особенно китайский, начинает гореть волокна. То есть, черными. Вот. Кожа обязательно, небольшая скорость нужна. Поэтому частотник необходимо взять. Это вещь, которая очень серьезно пригодится. Плюс, допустим, металлы, цветмет, титан. Титан на большой скоростях сразу будет перегреваться и гореть. То есть, это тоже не, как бы, это нужная вещь, частотник. Плюс, потом, для каждой ленты своя скорость. То есть, вот, например, вот эти вот 2.4 ленты ВСМ красные, грубые ленты. Вы, если будете с ним, поставите максимум на них, да, то они очень быстро изорвутся. То есть, порвется вот эта вот склейка. То есть, на них надо работать где-то на 25 Гц я работаю. На других лентах можно побольше поставить. Они будут там, не будут рваться так активно. То есть, и по лентам, по всему частотник, эта вещь очень нужна. Вот. Потом, что я хотел сказать. На этом гриндере много кто что говорит. Я не знаю, там, не все мнения я слышал. То есть, по моему опыту, на этом гриндере можно обработать любую сталь. То есть, вы видели, что мы работали с М319, с Анализ 10, с С125 стали, К390. То есть, такие злобные обработки стали, очень сложно обрабатываемые. Но, наверное, на лентах, да, их больше уходит, чем могло бы, как бы, там, да, сложнее делать сатин. Потому что, то есть, не сатин, да, сатин тоже не река выводить сам клинок. Потому что лента ходит, сейчас я об этом скажу, но нормальные ленты, частотник, любая сталь, любой клинок практически. Ну, то есть, не любой клинок, скажем так, любую сталь в обычную форму клинка, без всяких там вот таких вот вещей, можно сделать. То есть, если у вас, например, задача делать клинки из каких-то, ну, не супер стали, обычной там стали, и пару раз в месяц вы делаете, вам надо там что-то делать, вполне вам этот гриндер подойдет. То есть, этот гриндер для тех, кто делает что-то для себя, работает с неизлобными какими-то материалами, потому что, хотя и можно работать любую сталь здесь, но все-таки, я еще раз говорю, лента быстро изнашивается, она будет рваться, дольше это все время занимает, то есть, несколько часов. И плюс, ну, просто-напросто получается это не очень удобно. Но при необходимости это делать можно, как бы вы это видели. То есть, если вы обрабатываете дерево, какой-то там пластик, цветмет, то есть, этот гриндер подойдет. Видите, он занимает мало места, и все будет нормально. Главное, чтобы вы могли подключить к нему, то есть, ну, циклон, сюда вот, чтобы все это дело, которое будете обрабатывать, оно высасывалось, было чисто, и частотник, что у вас стоял. Вот, поэтому данный гриндер подойдет для любителей, там, которые очень, ну, которых мало объем работы, и объем такой, ну, по материалу не очень серьезный, вот так скажем. Ну, то есть, понятно, углеродистая станет, ржавейки, там, вот это вот все, цветмет, дерево, рог, кость, пластик, вот такие вот вещи. Вот, если что-то более серьезное, как бы, нужно, то это уже нужно более, как бы, мощный гриндер, другой гриндер. Вот так, потом, что здесь еще по конструкции, у меня здесь был реверс, реверс, тумблером регулировался, реверс, также можно сделать, естественно, на частотнике. Единственная вещь, это минус всех вот этих вот гриндеров под маленькую ленту, это то, что из-за того, что здесь, видите, шкив, он находится очень близко, да, и лента нестабильна. На этом гриндере лента стабильнее, чем, например, на других гриндерах наших производителей, но все равно при реверсе, то есть вот этот наклонный ролик, его надо поднимать прямо вот так вот, чтобы он был заново, чтобы лента не уходила. Но все равно, вот, допустим, даже при обычном движении ленты делать рекасса здесь довольно сложно. Вот, я, наверное, не буду показывать, в принципе, но можно, можно, можно показать. Вот возьмем, например, скотч-брайл. Пожалуйста, вот, надеваем, он ровно будет сейчас у нас. Возьмем самую минимальную скорую. Вот выровняли, сейчас. Вот выровняли, да? Вот мы начинаем делать, к примеру, рекасса. Выравнивать. Видите, да, что происходит? То есть лента уехала уже сюда, влево. Это включился вентилятор частотника. То есть лента уехала. Вентилятор, он так вот работает иногда, иногда ровно, это как бы ничего. Довольно долго так работает. С периода наступления холодов, вот он начинает немножко шуметь. Как, в принципе, многие кулеры, там, в компе, в компах. Вот. То есть я решил его не трогать, не менять, он работает. Вот, вы видите, что начали мы делать нагрузку, лента уехала. На других лентах то же самое происходит. То есть нестабильность ленты, из-за того, что близко шкив, там, маленькая длина ленты, это все как бы, ну, это естественные ситуации, связанные с гриндером такого плана. Поэтому, когда вы будете, соответственно, выбирать гриндер, вы должны это тоже учесть. То есть точность работы здесь ниже, чем на более крупных гриндерах. Вот. Что-то еще хотел сказать. В общем, звук, который вы слышали, вот этот, похоже на биение, это просто-напросто стык ленты. Вот этот вот стык, опять же, из-за того, что лента маленькая, и все здесь очень близко расположено, натяжной ролик, вот эти ролики, вот он издает вот такой вот звук. Бьет вот этот вот стык. И когда вы, например, делаете, ну, обух шлифуете, вот, покажу на моем рабочем клинке, вот такой вот пробный клинок, вы его видели уже. Когда вы здесь начинаете выводить обух, или, например, вот там на фултанге рукоять, то вот это биение, вот дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, вот так будет бить, и оно вставляет ямы на клинке. Соответственно, вот так вот надо всем отнимать стол, отгибать, потом его долго выставлять по углу, там, с помощью угольника. С помощью угольника, во-первых. Во-вторых, здесь столик, он же ездит, то есть вот он туда-сюда, ближе-дальше. То есть вы его пододвинули сюда и выставили угол, а вам, вы видите, что здесь большая щель получается, вам нужно меньше ее. Пододвинули сюда, а угол сбился опять. То есть, как бы, и начинается вот это вот выставление угла, вот, ну, как бы, не очень удобно. И поэтому, собственно говоря, вот это вот биение все время, оно на больших там скоростях, на крупных лентах, оно, конечно, не очень влияет. И на вредение в спусках там, оно, если вы работаете более тонко как-то, на обухе, на рекассе, на рукояде фултанга, оно дает о себе знать. И там приходится много времени тратить, чтобы выровнять. На маленькой очень скорости, вот, причем опять нужен частотник, на тоненькой ленте, потом выравнивать скотч-брайтом, или вручную, я там, когда-то выравнял, вот, дрелью, такими вот насадками. То есть, это не очень удобно все, как вы сами понимаете. Точнее, очень неудобно. Поэтому, собственно говоря, на это тоже обратите свое внимание. Вот, потом по закреплению гриндера, я думаю, вы сами разберете, видите, у меня здесь положен туристический ковер, можно и залом сюда класть, все что-то, чтобы меньше вибрации передавалось на стены, на звук, в общем, это помогло, помогает, помогает эта штука. Ну, сам гриндер на деревяшку, вот такой вот, как бы, ну, мебельный щит. Вот, плюс здесь вот подключен циклон, вытяжка и охлаждение здесь. Вот, а в остальном натяжение здесь, ну, вот, с натяжением, как раз, опять же, из-за длинной ленты. Когда вы, собственно говоря, надеваете ленту, лента находится в положении, вот, сейчас покажу просто вам. Ну, вот в таком, да? Некоторые говорят, что вот она, лента начнет уезжать из-за малого натяжения. Натяжение здесь регулируется просто. Вы берете вот этот вот рычаг, то есть, можно сделать, я вот, был один виток пружины, я поставил два, поставил Андрея Чапая. То есть, можно писать три, но это особо не помогает, потому что, если вы увеличите натяжение вот сюда, на себя потянете, это все дело приедет к тому, что лента будет больше, как бы, вот так вот болтаться, и быстрее просто-напросто порвет сама лента с места склейки. То есть, вариант тоже, как бы, не очень подходит для решения данной проблемы. Здесь вот сбоку, вот, здесь есть, как бы, резьба для того, чтобы поставить сюда патрон. То есть, ну, при данном расположении гриндера, вот эта вот кухня вся, зачем он нужен здесь, я особо не могу сказать. Ну, видимо, ну, люди любят такие вещи, а не можно поставить. Единственное, чтобы пользоваться вот этим патроном, надо, чтобы был вылет где-то вот досюда. Все надо надставлять, и здесь вот работать, вот в этом месте. Потому что на таком расстоянии, вы сами видите, что здесь, если повесить круг, здесь это очень неудобно. То есть, надо здесь возвышение и вынос. То есть, я этим патроном не пользуюсь, кто-то пользуется и, наверное, доволен. Ну, как бы, я для себя не нашел применения вот этой штуки. Вот. Потом вот купить себе вот такой чистящий карандаш. Это каучук, он стоит там недорого. Я покупал в Москве в магазине под названием Татьянка. Удобный карандаш. Я не очень часто пользуюсь. Вот он, видите, такой вот. Представляешь, он очищает ленту. Надолго хватает, я купил вот его летом. И он израсходился, не знаю, на сантиметры, полонаполсоцеметры, наверное, может быть. Вот. Потом что? Так, что мы сказали уже, частотник ленты. Эта штука. Ну, ролик вот этот вот, он немножко коцается. Если, естественно, большую часть контура, под пальцы выемки, будете делать на этом ролике, потому что, ну, соответственно, больше негде. Контуровочное приспособление сюда не поставить. Здесь, на ленте, на краю, вы делаете черновую выборку. Здесь уже более чистовую, а потом уже вручную. Поэтому этот ролик может коцаться. Вот у меня он, малец, покоцался. Ну, как бы так, риски на нем такие появились. И я заказал просто новый. Вот. Ну, и новый так, собственно говоря, и лежит. Потому что здесь все, как бы, осталось на том уровне, на котором вы были. То есть, больше повреждений ролик не просто перестал получать. И поэтому такой вот запасной ролик образовался. Вот тот, кто будет брать гриндер, ему будет такой вот бонус. В качестве запасного ролика. Будет там подшипник или еще что-то там полетит или погнется. В общем. Вот. Поэтому, когда вы будете выбирать гриндер, вот подумайте над всеми этими вещами, которые мы сейчас вот рассмотрели. Посмотрите внимательно, для чего вам нужен гриндер, что вы хотите от него. Вот. У меня, видите, нет места. Я бы, может быть, его и оставил. Но у меня просто действительно нет места сейчас. И у меня нет возможности использовать несколько гриндеров. И негде. Может, в дальнейшем я бы себе вот такой вот взял бы гриндер для мелкой какой-то работы, для шлифовки там торцов, ножен, там, кайдекса, кожи, для заточки какой-то резцов, там, ножей и так далее. То есть для мелкой какой-то работы я бы, может быть, его и взял. Ну, или там что-нибудь подшлифовать. Где-нибудь там деревня, там, просто. Сейчас его ставить негде. Поэтому, собственно говоря, такие вот выводы. То есть для начинающих попробовать себе, надо вам, не надо, чтобы много сразу денег не тратить. Можно взять гриндер этот, посмотреть. Ну, гриндер под такую ленту. Посмотреть, понравится, не понравится. Определённые навыки. Вот иногда поработать, как бы, с какими-то материалами, такими, как мы уже сказали, не особо, как бы, твёрдыми. Вот так, наверное, лучше сказать. Вот, а в остальном, многое из того, что, ну, мы здесь рассмотрели, увидели на видео, как это работает, соответственно. Ну, сейчас была просьба показать, как работает частотник, но да здесь всё очень просто, на самом-то деле. Сначала без ленты, то есть запускается двигатель. Вот он крутится. Больше 60 Гц. На такой скорости, естественно, работать на этом ленте нельзя. Почему-то, потому что, ну, где-то порвётся просто. Я пробовал, она начинает рваться очень быстро. Вот, с ленты самой, тоже, как бы, вот спускать. Поехали. Ну, вот. Ну, здесь всё понятно. Кстати, говорят по шуму, вы сами слышите, что гриндер очень, довольно сильно шумит. Опять же, из-за того, что очень часто бьёт стык, из-за того, что обрезинки нету. То есть, и на маленьких моделях почти нигде нет обрезинки. Ни полиуретанки, ни обрезинки, ничего нет. Биение такое металлическое. Поэтому этот гриндер при больших скоростях, и особенно толстых лентах, шумит больше, и серьёзно, ощутимо, больше, чем взрослые гриндера. То есть, это тоже вам нужно учесть. Это, хоть и маленький, но это очень шумный гриндер. То есть, я им работал на улице, там, в деревне. Люди в доме, которые находятся не рядом под окнами, а там метров, наверное, 15, им было некомфортно, когда я работал в течение дня. Здесь вот, на балконе, то есть, похуже слышно, естественно, из-за стен. Так особо, вроде, никому не мешает, по отзывам. Но всё равно. То есть, это как вещь, которую вам тоже нужно было учесть. Вот поэтому, если будут вопросы, если я что-то забыл, пишите в комментариях, и, соответственно, отвечу. Вот, всем спасибо за просмотр. Удачи всем, и с Богом.